Новый председатель. Прошло очередное заседание Думы Седьмого Созыва. 95 лет ветерану. Николай Фенько отметил юбилей. Жизнь без мяса и мехов. 1 ноября день вегана. Далее расскажем обо всем подробно. Антон Ульянов в ближайшие 5 лет будет занимать кресло председателя Саровской городской Думы Седьмого Созыва. Его кандидатуру предложило депутатское объединение «Единой России». Антон Ульянов в прошлом Созыве был заместителем председателя Думы. До этого работал в ядерном центре начальником научно-исследовательской лаборатории. Новый председатель рассказал о планах работы на ближайшую пятилетку. Сегодня важно развивать направление с использованием информационно-коммуникационных технологий, вносить соответствующие изменения в регламент работы Думы, по всей видимости. Нужно усилить работу юридического блока в городской Думе. Усилить, поскольку необходимо провести большую ревизию нормативно-правых актов и решений городской Думы, связанных, во-первых, с переходом на одноглавую систему, но и вообще с новыми веяниями, которые сегодня есть в стране. По мнению Антона Ульянова, нужно делить внимание созданию комфортных условий для работы депутата в Думе, наладить взаимодействие с чиновниками. Стоит поработать с сайтом, возможно, создать личный кабинет, площадки для общения. Важное направление – повышение имиджа депутата в глазах населения. В предпринимательской среде не очень-то доверяют органам местного самоуправления и хотели бы более широкий и более доверительный диалог иметь в этой связке. Мне кажется, это в наших силах, это все построить, чтобы органы местного самоуправления с точки зрения предпринимательского сообщества действовали более предсказуемо, более открыто. Но это касается, на самом деле, не только предпринимательского сообщества. Я считаю, что в наших силах как раз, скажем так, активировать вообще наше сообщество на территории. Большинством голосов депутаты проголосовали за назначение Антона Ульянова председателем Думы. А ранее это кресло занимал Александр Тихонов. Новый председатель вступит в должность с момента избрания главы города. Также депутаты рассмотрели корректировку бюджета. Доходы увеличились на 197 миллионов. В основном это связано с безвозмездными поступлениями из областного бюджета. Строительство здания средней школы в сумме более 87 миллионов рублей. Это обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов муниципальных образовательных организаций в сумме более 15 миллионов рублей. Выделены деньги на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной застройки для многодетных семей на улице Нижегородской. Также предусмотрены средства на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство. Депутаты проголосовали за предложенные изменения. День народного единства – это молодой праздник, однако корнями он уходит в далекое прошлое. Спросим у саровчан, что они отмечают в этот день или для них это еще один дополнительный выходной? Именно в 4-го? Нет, это его уж переменовали. Перенесли дату с 7-го, а это 7-й ноября – это революция. День соединения. В общем, российский праздник наш. Родной. Это связано с Минином и Пожарским, когда они ополчение, по-моему, сейчас собирали. Как нам удалось выяснить, к Дню народного единства саровчане относятся неоднозначно. Одни считают его праздником, который сплотил народы, другие характеризуют как попытку заменить День Октябрьской революции, который до 2005 года праздновали 7-го ноября. Купны заедино, вместе заодно. Этот призыв Казьмы Минина стал девизом для ополченцев. В Нижнем Новгороде земский староста Казьма на площади обратился к людям с призывом создать освободительное движение для борьбы с польскими и литовскими интервентами. Сегодня эта площадь носит его имя. То есть это в сентябре 1611 года на площади Кузьма Минин бросил клич вместе заодно и давайте собирать деньгу, пятую деньгу, как он говорил. Заложим жен, мужей, всех заложим. Но за Русь свою постоим. 4 ноября также отмечают День Казанской иконы Божией Матери. У государственного и церковного праздника общие истоки. Икона была символом движения. Перед ней молились Минин и Пожарский. В дни решающих битв за Москву и Кремль она оставалась с ополченцами. Впоследствии эта икона была покровителем династии царей Романовых. И многие верили, что благодаря иконе Казанской Божией Матери и выгнали, изгнали захватчиков из стен Московского Кремля. Ко дню Народного единства городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина подготовила выставку «Подвиг во имя России», где собрана литература о событиях 1612 года для читателей всех возрастов. Те, кто предпочитает сейчас оставаться дома, могут посетить библиотеку онлайн. Для читателей подготовлен веб-квест «Единство в нас. Интерактивная карта», «Путь Нижегородского ополчения 1612 года», «Видеоисторическая реконструкция вооружения ополчения» и «Презентация 5 фактов о Минине и Пожарском». Сайт открыт для всех, кто хочет узнать больше о смутном времени. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Журнал не ведется. То есть температура у вас здесь градусника нет, да? Нарушения в одном из продуктовых магазинов города не исправили после первой проверки. Маски на сотрудниках и посетителях, санитайзеры на входе, измерения и фиксация температуры – то, на что обращают внимание специалисты Комитета управления муниципальным имуществом. На их счету уже сотни рейдов. Несмотря на то, что некоторые предприниматели на своих же ошибках не учатся, большинство магазинов и салонов красоты предписанием Роспотребнадзора следуют. В большей своей части мы видим, что в магазинах нарушений нет, то есть соблюдается, но все-таки магазины небольшие, вот повторно пришли и повторно те же замечания. То есть, по всей вероятности, нужно уже применять какие-то штрафные санкции. Во всех магазинах саровчане были в масках. К ним, как отмечают управляющие, все привыкли. В случаях, когда покупатель заходит без средства защиты, сотрудники предлагают надеть одноразовые маски. Если человек отказывается, внутрь не пускают. Приходят без маски, упираются. И до полиции дело доходило. А как аргументируют вообще нежелание наносить маску? Зачитывают какие-то приказы, указы, которые в противовес к губернаторскому указу идут. В основном люди законопослушные. Заходят в масках. Если масочный режим большинство сотрудников и посетителей соблюдают, то журналы измерения температуры и обработки введут не все. Некоторые при виде проверяющего убегают в подсобке. И там на скорую руку пишут стандартные 36,6 на обычном листке. Первый раз проверяющие ограничились предупреждением. Если нарушение выявят повторно, организации грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Воспитанники Саровского медицинского колледжа присоединились к медикам, чтобы помочь в борьбе с пандемией. 17 студентов третьего и четвертого курса направили во вторую поликлинику. Несколько их одногруппников пошли в первую. Пока будущие медсестры и врачи помогают в организаторской работе. Непосредственно за больными они не работают. Но и эта помощь очень важна. Милана Баранова, например, дежурит на входе для здоровых людей. Заходят пациенты и мы меряем температуру. И советуем, в какие кабинеты куда идти, если они спросят. Проходить медицинский осмотр, сдавать анализы. Марине Байковой приходится встречать пациентов и с признаками ОРВИ. Приходят те, кому нужно на выписку или продлить больничный. Мы их направляем в точный кабинет. Пишем имя, фамилию, отчество, где работают, чтобы отправить в регистратуру, чтобы они уже там карточками отправили в кабинет. Заразиться ковидом Марина не боится. Девушке выдали все необходимые средства защиты. Одноразовый халат, маску, шапочку и перчатки. Контакт с потенциальными больными минимален. Легче заразиться в магазине или общественном транспорте, считает девушка. Также студенты помогают в регистратуре, сортируют и разносят карты по кабинетам. Еще одна бригада работает в колл-центре. Отвечаем на звонки пациентам, не пациентам. Людям, которые звонят, узнают свои результаты по ковиду. Обычно где-то начиная часов с девяти и до часа, вот они постоянно. То есть, только трубку кладешь, тут сразу второй звонок. Вот так отвечаешь. Ну, приходят справки, даешь, если отрицательные, положительные или нет. Как считают сами студенты, эта практика – отличная возможность посмотреть изнутри на то, как устроена работа в медицинских организациях и внести свой вклад в борьбу с пандемией. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Горячая линия. Анна, здравствуйте. Одни хотят узнать статистику заболеваемости, другие переживают за оформление больничного. У третьих – проблемы с поиском нужных препаратов в аптеках. Ежедневно на телефон горячей линии по коронавирусу поступают более сотни звонков. Колл-центр в нашем городе работает с апреля. И это самый простой способ получить актуальную информацию об инфекции и карантинных мерах. Спрашивают и эпидемиологическую обстановку вообще в целом, да, спрашивают конкретно подъезды, заболевшие есть или нет. Но чаще всего это какие-то частные случаи, то есть не принесли постановление, открыт больничный, почему не закрывается больничный, не забирают анализы. Самые популярные запросы – выявление контактных и проведение тестов на ковид. В большом потоке заболевших медики могут пропустить человека из окружения зараженного. В этом случае обращение контактного саровчанина поможет с поиском и ранней диагностикой. У кого-то из членов семьи взяли анализы, вручили постановление, а кому-то из членов еще и не забирали анализы или не вручены постановления, то есть они не знают, как действовать, как поступить, поэтому обращаются с этими вопросами к нам. Операторы горячей линии консультируют саровчан по общим вопросам и ведут журнал звонков. Если по обращению нужна помощь специалиста, всю информацию и контакты передают в клиническую больницу номер 50 или санэпидемстанцию. Их сотрудники глубже погружаются в суть вопроса и помогают его решить. Мы хотим разгрузить наши службы, чтобы не парализовать их деятельность по телефонным каналам. Как раз в этой области и хотим помочь им в этой работе. Мы всех информируем, консультируем, и если вдруг вопрос действительно важен, требует внимания, мы его адресовываем им, передавая им всю информацию по этому контакту, телефоны, и они уже созваниваются от этой службы самостоятельно сами, давая нам обратную связь, как они отработали данные обращения. Специалисты колл-центра также взаимодействуют с волонтерами города, которые при необходимости доставляют жителям продукты и лекарства на дом. Операторы горячей линии работают с 7 утра до полуночи. В остальное время звонки переадресовываются в дежурную диспетчерскую службу ГОИЧС. Обратиться с любыми вопросами о коронавирусе можно по телефону 97777. Пусть гром вас не достанет, внезапно врасплох. Спасибо, помилуй, храни вас Бог. Спасибо всех. На теплые поздравления с юбилеем Николай Финько отвечает в стихах, которые когда-то написал сам. Все невзгоды, что выпали на его долю, он достойно преодолел. Первые два года войны нес трудовую вахту в тылу. Затем его призвали на фронт. После танкового боя под Псковом Николая Васильевича тяжело ранили. До конца Великой Отечественной он обучал новобранцев в тылу. В послевоенный период восстанавливал разрушенное хозяйство. На пенсии ветеран продолжал активное участие в общественной жизни. Рассказывал саровской молодежи о военной истории края. Уникальнейший человек. С ним очень интересно работать. С ним очень интересно разговаривать. Много знает. Много знает историй про Саров, про округу. Поэтому мы его еще раз сердечно поздравляем. Самое главное здоровье. Мы с Николаем Васильевичем договорились встретиться на 100-летний юбилей у него. Конечно, мы до этого не будем. Не посещать его, это безусловно. Но 100-летний юбилей мы с ним вместе отпразднуем. Нина Тришина познакомилась с Николаем Финько в 2007 году, когда пришла работать в городской совет ветеранов. Мы с ним вместе ходили по школам. Школьники очень радостно настолько. Вот школьники окружают его. Он в таком солидном, со всеми регалями. И школьники прямо трогают его медали. Вот девчонки. Вот настолько радостно было смотреть. С днем рождения юбиляра поздравили депутаты городской думы Иван Ситников и Михаил Савин. Председатель правления общественной организации «Дети войны» Надежда Почторук подарила ветерану книгу «Дети войны и Великой Победы». Официальная часть закончилась неформальным общением за чашкой чая. Владимир Владимирович явно освежил в памяти правила дорожного движения и точно знает, предупреждением отделаться не удастся. Ремень безопасности – это неотъемлемая часть автомобиля и использовать его не право, а обязанность каждого человека, который находится в салоне во время движения. К тем, кто считает иначе, кодекс об административных правонарушениях беспощаден. Никаких разъяснительных бесед, только штрафы. От 1000 рублей для водителя до 3, если остановивший машину сотрудник ГИБДД увидит непристегнутым ребенка. Для перевозки ребенка до 19-летнего возраста необходимо использование детского удерживающего устройства, либо иного предмета, который позволит пристегнуть ребенка с помощью стандартных ремней безопасности. На переднем же сидении перевозка детей до 7-летнего возраста возможен только с использованием детских удерживающих устройств. Профилактические операции, на одной из которых побывала наша съемочная группа, Саровская полиция проводит каждый месяц. Место и время выбирают не случайно. В этот раз, например, стражи правопорядка начали рейд в 15 часов с перекрестка улиц Силкиной и Академика Харитона. Еще не успело стемнеть. Там достаточно места, чтобы остановить машину и не мешать другим участникам дорожного движения. Постоянный, но не напряженный поток транспортных средств. И самое главное, машины перед поворотом снижают скорость. А значит, стражам правопорядка легче разглядеть непристегнутого водителя. Увидев наряд полиции, некоторые нарушители пытаются идти на уловки. Но, как заверяют сотрудники ДПС, за годы службы они уже успели выучить их наизусть. Одна из основных уловок использования в ремень безопасности, это когда водитель уже пристегнут, ремень сзади находится туловище. И при виде инспектора ДПС пытаются просто перекинуть на ходу. Инспектор ДПС, конечно же, это все видит визуально, выявляет, останавливает. И, соответственно, санкция статьи 12.6 выписывает постановление. Согласно праву 2.1.1, правил дорожного движения, водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности перед началом движения. К разноречивее всего необходимости использовать ремень безопасности говорит статистика. Только за этот год в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, при которых водитель или пассажир были не пристегнуты. В ходе этого рейда стражи правопорядка выписали еще 5 протоколов, в очередной раз напомнив водителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Красный болгарский перец, огурец и зеленая гречка. Ирина Ежова готовит роллы по необычному рецепту. В них, как и во всем, что ест женщина, нет термически обработанных продуктов. Сыроедение нечем примечательно, что готовить практически не надо. Ну, это могут быть и котлетки из нута, из бобовых, и зеленой гречки. Из зеленой гречки вообще много всего можно приготовить. И творожки, и кашки, и десерты. Роллы, салаты, соусы всякие разные. К сыроедению Ирина пришла постепенно. 5 лет назад в качестве эксперимента отказалась от молочных продуктов на месяц. Затем исключила и остальную животную пищу. Женщина чувствует себя прекрасно и менять рацион не собирается. Появилась больше энергии, выносливости. Я по утрам стала просыпаться рано и начала бегать. Различают около 10 разных форм вегетарианства. Сыроедение, которое практикует Ирина, строжайшее из них. Сыроеды едят только термически необработанную, то есть сырую растительную пищу. Если мы, конечно, говорим о вегетарианстве нормальном, то есть когда включены яйца, когда включены молочные продукты, творог, ну что от какого-то животного белка, то тут медицина однозначно говорит, что окей, такое можно. Если при условии, что вы сбалансировали правильно свой рацион, то такое возможно. Если же мы говорим о строгом вегетарианстве, где абсолютно не разрешены никакие виды животного белка, то, конечно, тут медицина говорит, что это не полезно. Основа правильного или здорового питания – баланс белков, жиров и углеводов. Отказ от животной пищи влечёт за собой дефицит белка и аминокислот, восполнить который не так просто. Организм берёт белок из мышц, в том числе и из сердечной мышцы, что может привести к сердечному приступу. Часть аминокислот только в животной пище содержится. То есть мы никак их не можем восполнить. Плюс это дефицит В12, дефицит кальция, дефицит цинка, селена, В2 витамина. То есть достаточно большой ряд, который мы никак тоже не можем восполнить. Теоретически мы можем пить какие-то биологически активные добавки в виде витамин. Но они тоже, опять же, очень плохо усваиваются. И это, конечно, лучше получать из пищи. Вегетарианство может быть полезно для одних и смертельно опасно для других. Подобные эксперименты с питанием запрещены при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также сердечно-сосудистой системы. Если вы всё-таки решили изменить свой рацион, обратитесь за консультацией к специалисту. Нам прадеды своим примером о силе духа рассказали, о стойкости, о чести, вере и свой наказ потомкам дали, чтоб счастливы, здоровы были, чтоб жизнь наполнили мечтами. Но мы об этом позабыли. Так что сегодня стало с нами? Это могло бы прозвучать злым упрёком, если бы не отчаянная надежда, которой пропитана каждая фраза. В исполнении волонтёра клуба «Инсайд» Вячеслава Гроздова слова ветерана фронтовика превращаются в мольбу. Голос целого поколения, над которым не властны ни время, ни расстояние. Он пытается достучаться до этих ребят. Своих ровесников из нашего времени, для которых жизнь – это один большой парк развлечений, в котором непременно нужно прокатиться на каждом из аттракционов, не задумываясь о цене, которую потом придётся заплатить. А потом происходит маленькое чудо. Герои встречают друг друга на одной сцене, и для подростков это становится поворотным моментом. Стать лучше – вот наше стремление. Ведь нам в стране великой жить! Заявку на областной конкурс добровольческих команд по пропаганде здорового образа жизни городской клуб волонтёров подал ещё в феврале. Но из-за пандемии его несколько раз переносили. А затем и вовсе перевели в онлайн-формат. Такой поворот событий добровольцев из «Инсайда» не смутил. Свою роль сыграли богатый творческий опыт единомышленники, которые всегда готовы прийти на помощь. Идея родилась достаточно быстро. Благодаря руководителю творческого объединения «Ивент-команда» Молодёжного центра Ольге Васькиной примерно за один день был написан сценарий, и уже на следующий день мы готовились. Ребята из «Инсайда» с самого начала загорелись идеей своего проекта. Для многих это был первый опыт участия в таких постановках, но результат того стоил. Да и сам процесс создания ролика оставил после себя не меньше эмоций. На самом деле вот из-за этой всей атмосферы, из-за того, что мы вели себя как, можно сказать, семья, было достаточно легко, мы веселились даже, и было очень интересно. Несмотря на кажущуюся простоту посыла, пропаганда здорового образа жизни – тема далеко не тривиальная. Зачастую вредные привычки – это самый доступный для тинейджеров способ социализации. Своего рода пропуск в компанию ребят, с которыми они хотят общаться и проводить время. В нашем ролике мы хотели донести до нового поколения, до подростков, то, что нужно меняться в лучшую сторону, несмотря на то, что тебя могут отвергать, несмотря на то, что могут не поддерживать твои друзья. Нужно соблюдать здоровый образ жизни, естественно. Вредные привычки нужно исключать из своей жизни. О том, что их работе присудили первое место, соровчане узнали в конце октября. На вопрос, были ли они уверены в своей победе, руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт» отвечает с улыбкой, которая не может скрыть даже маска. Если скажу, что нет, то я слукавлю. Я всем сердцем, душой верил в то, что мы победим. Вот. И так и получилось. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. На мне тверской свадебный сарафан и рубашка с красными вставками, так называемыми поликами. В таком костюме невольно переносишься в конец 19 века, когда каждая девушка мечтала надеть подобный наряд. Народных костюмов в коллекции Натальи Климовой не сосчитать. Уже больше семи лет женщина собирает этнографические наряды. Все начиналось с нескольких рубах, купленных на выставке. Потрясала вышивка просто. Вот я покупала рубахи просто как образец. Причем я старалась так, чтобы они не повторялись. Потом, когда я поняла, что рубахи-то маловато, надо к ним их комплектовать. То есть я какие-то поневы к ним подбирала, старалась какой-то комплект собрать. У меня полностью есть дома воронежский комплект. Там весь есть он. Там очень красивая рубаха, черная вышивка на белом, такой же фарточек, поневы, затканная вся, очень красивый пояс. Комплект пенсионерка собирает особенно тщательно. Изучает этнические и исторические нюансы. Недостающие элементы образа Натальи отшивает сама. Порой пытается полностью повторить наряд с подлинника. Моделями становятся члены семьи. Стараешься собрать, допустим, полный комплект. Ну вот, если я могу сшить его, я, допустим, шью. Я понимаю, что кроме юбки, рубахи какой-то, какого-то там фарта, который запон называется, допустим, нужны еще нижние вещи. Нижние юбки. Потому что так просто не носили вещи. Так обязательно на что-то. Есть три внучки, на которых я с удовольствием это шью. Вот, и то есть я надеюсь, что когда-нибудь они наденут. Чтобы коллекция приносила пользу подрастающему поколению, Наталья Владимировна подарила несколько предметов отделению дизайн одежды и тканей детской школы искусств номер два. Гуцульские вознесенские костюмы, две рубахи теперь будут наглядным примером для воспитанников учреждения. Работая с народным костюмом, обязательно должен быть пример перед глазами. Чтобы вот увидеть, как бы почувствовать этот костюм, вывернуть, посмотреть, как швы обрабатываются, какие ткани, естественно, применяются в этом костюме. На отделении дизайн одежды и ткани юным саровчанам рассказывают о традициях народного костюма. Учат шить от эскиза до готового наряда. Проводят фестиваль «Краса России», где мастерицы могут показать свои творения. С февраля начнется набор учеников на новый учебный год. Все желающие могут обращаться в детскую школу искусств номер два. Преподаватели отделения расскажут и покажут, чем дети будут заниматься на протяжении пяти лет. Впервые конкурс «Вдохновение» прошел в нашем городе четыре года назад. Тогда его участниками стали 23 автора. Год спустя свои работы прислали 55 человек. Лучшие произведения двух лет вошли в сборник «Вдохновение». Конкурс планировали и в 2018-м, но на него уже никто не заявился. Организаторы поняли, что ежегодные литературные состязания для маленького города – это слишком часто. И сделали перерыв, чтобы дать участникам больше времени на творчество. Пауза продолжалась три года. Мы приглашаем к участию всех творческих горожан, всех желающих рассказать и поделиться своими мыслями, своими чувствами, чем-то сокровенным. Вы найдете родственные души, участвуя в этом конкурсе, и новых друзей. В конкурсе смогут принять участие все желающие старше 14 лет. Работы принимаются по нескольким номинациям – проза, поэзия и произведения для детей. В этом году новшеством станет номинация «Прорыв». О событиях интересных, нестандартных и о людях, которые связаны с федеральным ядерным центром, с нашим федеральным ядерным центром. Это, конечно же, приоткроет еще одну грань развития атомной отрасли и, конечно же, нашего города. Работы на конкурс «Вдохновение» принимаются до 30 октября. Их необходимо прислать на электронную почту библиотеки. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте «Маяковки» в разделе «Конкурсы». Работы победителей опубликуют в сборнике «Вдохновение». Один из самых первых танков Великой Отечественной Т-70. Его создали на Горьковском заводе в 1941 году. Во разгар боев военная техника защищала наших солдат от осколков и огня. Благодаря танку в декабре 1941-го Красная армия остановила гитлеровский Блицкрик. Под Москвой и начала контрнаступление. Сегодня макеты боевых машин можно увидеть на стендах музея «Оловянного солдатика». А на его базе еще сделаны «Катюши», первые «Катюши». Это было очень интересно. Их сначала было выпущено 137 штук на базе танка, потом их выпущено 111 штук. Но потом выпуск прекратили по той причине, что стали их делать просто на базе ЗИСов, на базе полуторок, на колесном ходу. Потому что на гусеничном ходу они были достаточно неуклюжие, конечно. Пополнился музей «Оловянного солдатика» и фигурами личного конвоя Николая II, полками португальцев, итальянцев и саксонцев. Также на витринах расположились средневековые воины, викинги и рыцари. Но больше всего Вячеслав Лапашов гордится фигурой Евгения Багарне, пасынка Наполеона. Самое интересное, он был с ним во всех военных походах. И когда Наполеон покинул армию в 1812 году, уйдя из России набирать новое пополнение, то Жен остался, собственно говоря, главой всей армии Наполеона. Он спас армию. Остатки напало 600, сколько там, 635 тысяч напало, а вышло 50 тысяч. То есть огромные потери были. Вот он эти остатки вывел в Европу. Еще одна фигура, о которой Вячеслав Лапашов рассказывает с восторгом, – Наполеон верхом на верблюде. Экспонат создан по мотивам знаменитого похода Бонапарта в Египет. Почему на верблюде? Так как они носились по пустыне, европейские лошади не были приспособлены к этому. Практически вся кавалерия пала. А на верблюдах можно было ездить. Это местный транспорт и боевая единица. Их называли рота драмадеров. Посетить музей лавяного солдатика может каждый желающий достаточно просто – записаться на экскурсию по телефону 8 903 606 22 19. Николай Седов на лыжах с малых лет. На них он в зимнее время добирался до школы, которая находилась далеко от дома, и занимался в спортивной секции. Юношеская мечта стать тренером воплотилась в жизнь. 31 год. Николай вместе с супругой Еленой готовит лыжников в школу Олимпийского резерва «Атом». Среди них немало именитых спортсменов, мастеров международного класса. Есть несколько групп спортивного совершенствования. Дети имеют звание мастеров спорта, кандидатов мастера спорта. Дети являются победителями и призерами спорта, кандидатов школьников, победители и призеры первенства России среди средних, старшего, юношеского возраста, юниоров и молодежи. Роль тренера в становлении спортсменов трудно переоценить. Развитие физической формы, воспитание выносливости и стойкого характера, целеустремленность лыжников, плоды совместных усилий тренера и подопечного. Николая Евгеньевича воспитанники считают наставником не только в спорте. Николай Евгеньевич очень хороший тренер. Он бывает и строгим в меру, и добрым. Всегда поможет, подскажет. Для каждого спортсмена тренер очень важен, так как он всегда направит в нужное русло не только по спорту, но и по жизни. Всегда подскажет, как нужно правильно поступить. За свою карьеру Николай Евгеньевич добился звания мастера спорта и заслуженного тренера России. Не меньше титулов и у Елены Седовой. Но награды и звания для тренеров второстепенны. Улыбки и достижения воспитанников – главные результаты многолетней работы. Мы всегда ходим с удовольствием на работу. Всегда увидишь этих ребятишек, которые тебе радуются. Вот эти счастливые глаза ихние, которые у них горят. И хочется еще больше и больше работать. Тренируются саровские спортсмены практически круглый год. Когда снега нет, бегают на лыжероллерах. За последние 30 лет спорт во многом изменился. Деревянные лыжи заменили легким пластиком. Самостоятельно протоптанные дорожки превратились в первоклассные трассы с утрамбовкой и нарезкой. Физическая подготовка занимала, можно сказать, что одна треть всей подготовки лыжника. Основная приходилась на функциональную подготовку плюс беговую работу. Сейчас физическая подготовка силовая занимает порядка 40-50% всей подготовки лыжников-спортсменов. По словам тренера, в нашем городе лыжный спорт занимает ведущие позиции. Саровчане регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова